Друзья, всем привет! Сегодня я расскажу, как правильно чистить от кофейных масел профессиональную кофе-машину. Этот выпуск будет полезен и домашним кофеварам, которые используют кофеварки рожкового типа с металлическим варочным узлом. Поэтому обязательно смотрите до конца и не забывайте поставить палец вверх. Для этих целей я буду использовать средства от компании Урнекс. Это Кофиза 2. Приобрел его на площадке Валберис в магазине Хоумпи. Почему это средство рекламируется, вы скажете на моем канале. Дело в том, что в своей школе я несколько лет использовал это средство, оно качественно, я в нем уверен. Ребята обратились, почему бы не прорекламировать, и при этом я говорю вам об этом открыто. Оно работает так, как надо и имеет абсолютно адекватную цену. То есть вы не переплачиваете за бренд, либо за что-то еще. По этой причине я и рекламирую. Можно купить на Озон, можно купить на Валберис. Все ссылочки, конечно же, находятся под этим выпуском. Спокойно заходите, кликайте, покупайте. Сейчас ссылка, скидка и хорошая цена. Можно купить пакетик 20-8 грамм, попробовать. Но, честно говоря, для себя я вообще не вижу смысла, потому что это все-таки профессиональный инструмент. Нужен каждый день. Теперь давайте перейдем к чистке кофемашины. С чего она начинается? Если у вас есть запасной холдер, который вы можете использовать для чистки варочного узла, то я рекомендую вам начать с того, чтобы разобрать два холдера. Для этого мы снимаем портофильтры с холдера и замочить холдеры, которыми вы пользовались сегодня целый день. А третий холдер используют для того, чтобы чистить пока что варочные узлы. Насыпаем одну ложку средства, нам будет достаточно одной ложки. И опускаем холдеры таким образом, чтобы сам холдер полностью находился в воде, а рукоять находился на поверхности вместе с корзинами, то есть с портофильтрами. Все это находится у нас в ведерке. Для того, чтобы холдеры полностью вымылись, достаточно примерно 7-10 минут. Средство насыпаем в начале, потом холдеры. Не наоборот, так будет работать лучше. Берем одну ложку, если вы покупаете конкретное средство, ложка, напомню, на халяву в комплекте поставляется. И насыпаем в холдер с использованием слепого портофильтра. Что такое слепой портофильтр? Это фильтр, в котором нет отверстий. Иногда бывает в виде резинки, которая вкладывается в холдер, и вставляете в варочный узел. В некоторых машинах есть автоматический режим чистки. Допустим, в нашем конкретном выпуске использовалось две кофеварки. Одна кофеварка это La Marzoc Estrada, и там есть режим автоматической чистки варочного узла. Просто вставили холдер, нажали на кнопочку, и машина будет сама продолжать чистку. А вторая кофемашина, которая используется, это новая Simoneli Aurelia 2, в которой этого режима в принципе нет. Там нет ничего автоматического, там только мануальный режим. Поэтому нажимаем на кнопку, 10 секунд вода проливается в холдер, в котором находится уже порошок. После этого выключаем и даем 10-15 секунд постоять порошку в слепом холдере внутри варочного узла. Что происходит в данный момент? Ну, в первую очередь, когда вы нажимаете на кнопку, вода подается, средство растворяется, начинает слегка вспениваться. Обращаю ваше внимание, что средство не должно пениться очень сильно. Если у вас средство, которое вы используете, просто превращается в огромное количество пены, оно, как правило, чистить неэффективно. То есть должно быть умеренное количество пены, этого достаточно. Сейчас вы видите кадры двух варочных узлов кофемашины, конкретно La Marzoc Estrada. Справа я группу уже помыл при помощи средства, слева группа не мытая. Просто пользовались целый день и группу не помыли. Как видите, разница просто колоссальная. Справа у нас чистая сетка и чистый рассекатель группы. А слева, понятное дело, что все находится в кофе. И так оно будет выглядеть, если вы не будете мыть несколько дней, то это прикипает, нагревается. На следующий день включаете кофемашину, то нагревается, прикипает и потом почистить становится гораздо-гораздо сложнее. Все это дело нужно будет использовать гораздо больше порошка, чем нужно было использовать до этого. Поэтому оно достаточно эффективно очищает варочную группу. В принципе, если вы пользуетесь ежедневно, вам вряд ли придется раскручивать варочный узел. Если вы профессионал, то, конечно, я вам советую все равно пару раз в неделю раскручивать сетку, снимать ее, просматривать, чтобы там не оставалось грязи. Но в большинстве случаев при использовании специализированного порошка вам это делать не придется. Все будет оттуда вымываться и растворяться. Напомню, если вы это делаете в ежедневном режиме. Итак, нажимаем на кнопку. Вода подается под давлением в холдер. После этого кнопку выключаем. Делаем паузу. И таких циклов мы делаем минимум три. После этого я рекомендую вам снять холдер, взять вот такую простую щеточку, которая идет в комплекте. Они бывают разные. И начинаем прочищать с вами варочный узел кофемашины. То есть мы начинаем активно с усилием прочищать резинку и все, что находится внутри в пазу, в которой зажимается холдер. Иногда я немножко протираю и саму варочную группу. Это тоже полезно, потому что она ее очищает. Получается, что более качественно это все дело происходит. Потом возвращаю холдер обратно и можно сделать такие же три цикла. Но есть у меня собственное наблюдение и моя конкретная фишка, которой пользуюсь я и рекомендую вам тоже взять себе ее на вооружение. Обратите внимание, я вставляю холдер, отжимаю его, то есть он в варочном угле находится в незажатом состоянии. После этого нажимаю на кнопку пролива и начинаю как бы зажимать и резко выдергивать холдер обратно. То есть как бы выдергивать холдер под давлением. Для чего я это делаю? Дело в том, что в этот момент вода находится внутри холдера под высоким давлением. Каждый раз, когда вы выдергиваете, она как бы впрыскивает вверх и хорошенько споласкивает все, что находится в пазу и хорошенько промывает саму резинку группы. То есть так получается более эффективная, более чистая группа вся, не только сетка, которую вы промываете. Сколько это нужно делать? Ну буквально я это делаю секунд 30 такую процедуру. Стараюсь как можно больше раз снять и вставить холдер. Если в тот момент, когда вы пытаетесь выдернуть холдер, его сильно зажало, выключаем кнопку, не пытаемся силы его выломать из варочного узла, аккуратно вытаскиваем холдер из варочного узла и продолжаем процесс чистки. Все, что вам осталось сделать, это сполоснуть варочный узел простой чистой водой, которая же вытекает из самого узла. А мы продолжаем и сейчас я расскажу, что делать с холдерами, которые вы замочили перед тем, как начали промывать варочный узел. Холдеры оставлять на ночь нет необходимости. Вы просто их вытаскиваете, промываете чистой водой, их даже не нужно тереть, они будут у вас чистые. Если вы это делаете ежедневно, если круглые сутки работаете, по-любому один раз в сутки это нужно сделать. Кстати, можно варочные узлы мыть по очереди, то есть один варочный узел использовать, второй поставить на мойку. То же самое можно делать с холдером. Промыли холдеры, воду, которую вы использовали для мытья холдеров и портофильтров, я вам рекомендую выливать в поддон кофемашины. Для чего? Дело в том, что каждая кофемашина имеет свой канализационный стакан. Это такая пластиковая деталь, находится прямо под поддоном кофемашины. В ляморзок она спрятана внутри, но, допустим, в других кофемашинах вы поднимаете поддон и ее видите. Просто такая пластиковая небольшая емкость, куда вода скапливается перед тем, как попасть в канализацию. Средство обезжиривает, несмотря на то, что вам кажется, что оно закончено свою работу, оно продолжает работать. Оно обезжиривает этот стакан и обезжиривает шланг, по которому сливается вода в канализацию. Дома вы делаете все то же самое, но остатки жидкости вы можете использовать для промывки своей раковины домашней. Если вдруг вы туда выливали остатки кофе, она тоже это все дело будет обезжиривать, промывать. Средство довольно эффективное и специализировано для этих целей. То есть, это компания серьезная, с мировым именем, производит продукт очень-очень много лет. Урникс и Кофиза все знают 100%, все, кто работает в индустрии, потому что эта штука достаточно брендовая, достаточно серьезная. Итак, давайте подведем итог. Кофемашину надо чистить ежедневно. Профессиональную, если вы работаете в баре и занимаетесь этим на профессиональном уровне. Промывка водой, она неэффективна. Вы не можете обезжирить поверхности при помощи воды. Я вам просто это гарантирую, что вы не можете этого сделать. Многие пишут, что если пользоваться средством, то очень быстро варочный узел придет в негодность. Это не так. Это не так, это заблуждение. Варочный узел скорее придет в негодность, если вы не чистите свою кофемашину. И холдеры тоже точно придут в негодность, потому что вы не будете их чистить какое-то время, а потом вы поймете, что там уже все черное внутри. Начнете тряпкой это все дело растирать и просто поцарапаете внутреннюю поверхность холдера. Я вам не советую этого делать. Даже если у вас стальной холдер, как для марзока, я вам не советую его царапать лишний раз. Там должна быть определенная гладкость поверхности, для того, чтобы кофе правильно стекал, а крема не разрушались и попадали к вам все в чашку. Друзья, у меня на этом все. Напомню, что сегодняшним спонсором нашего выпуска была компания Урнекс со средством Кофиза 2, который я приобрел на платформе Вальдберес в магазине Хомпи. Подписывайтесь на канал, пишите, обслуживаете ли вы машину ежедневно. Как вам такие выпуски? Спасибо, что досмотрели до конца. Пока-пока.